Всем привет! Сегодня Хэллоуин. Праздник ужаса, страха и кошмара. И я хотела бы поделиться с вами своей пока что самой страшной историей, которая произошла за всю мою жизнь. Надеюсь, она и останется самой страшной, и страшнее уже не будет. Она длилась на протяжении 13 лет. Именно столько лет я училась, и именно про учебу я вам сегодня буду рассказывать. Я улыбаюсь, а мне не хочется улыбаться, мне хочется плакать. Для начала хочу сказать, что 9 лет я отучилась в обычной школе, а затем поступила в медицинский колледж, где отучилась 4 года. И именно тема медицинского очень сильно волнует вас. Но если конкретно тебя не волнует, то извини, пожалуйста, выключай это видео. А так, огромное количество зрителей просили меня снять видео о медицинском колледже, каково это учиться на медсестру и как выжить. Спойлер никак. И еще один спойлер. Возможно, после этого видео ваше отношение ко мне может поменяться. Мне в лучшую сторону. Начнем с начала. Вообще-то моя учеба была кошмаром не всегда, потому что в начальных и средних классах я училась довольно-таки хорошо. Делала все домашние задания на решебники.ру и ГДЗ. Ну и вообще выполняла все обязательства школьника. Старалась учиться, действительно старалась, но не для себя, не для того, чтобы узнать что-то новое, а для того, чтобы ко мне лишний раз просто не цеплялись. Потому что самое плохое, что может быть для меня, это когда тебя за что-то отчитывают, ругают, да еще и при всех. И тебе стыдно, и ты потеешь, и тебе хочется плакать. И я это ненавижу. И ненавижу хотеть плакать и потеть. Поэтому я делала все, что нужно, чтобы этого не происходило. И этого не происходило. Моих родителей ни разу не вызывали в школу. Тьфу-тьфу-тьфу. Я до сих пор боюсь, что когда я поступлю в институт, вдруг их вызовут. Такое же может быть? Нет. Просто отчисляю сразу. И как я уже сказала, училась я вполне неплохо. У меня были нормальные оценки, и я что-то даже понимала, кроме математики. И так было всегда. И есть и сейчас. Но в целом я справлялась. Справлялась до тех пор, пока у меня не случилось гормонального сбоя из-за неправильно подобранных таблеток. Об этом я уже тысячу раз рассказывала на канале. И я разожралась. И стала очень толстой. И очень некрасиво выглядела, потому что я за собой вообще не следила. Чувствовала себя ужасно. И именно в этот момент случилось как раз то, чего я боялась больше всего. И боюсь до сих пор. Меня начали задевать. И отчитывать. Только не учителя, а старшеклассники. Меня постоянно цепляли за мой лишний вес. Спорили на то, чтобы ущипнуть меня за задницу. Об этом я тоже уже миллиард раз говорила. Меня просто ко мне подходили и щипали меня за жопу, потому что я была самой толстой девочкой в школе. Всего самого лучшего всем, кто меня обижал. Ненавижу вас. Надо мной смеялись издалека. А, показывали пальцем. И вблизи смеялись прямо в лицо. И есть даже такой мальчик, который рыгал мне в лицо ежедневно. Он просто пускал мне отрыжки в лицо. Иногда я думаю, может быть, у меня какая-то травма осталась, и теперь я рыгаю в видео постоянно. Я не понимаю. Я не знаю, почему он это делал. В общем, это было все унизительно, неприятно. А я больше всего ненавижу оказываться в гуще негативных событий, где есть всякие плохие вещи, драки, споры и все остальное. И я каждый день оказывалась в гуще этих отвратительных событий. И я не знаю, почему, но у нас с мамой никогда не заходила речи о том, чтобы сменить школу. Потому что моя школа находится рядом с моим домом. И это удобно. Удобно ходить туда, где тебя ненавидят, и где ты тоже всех ненавидишь взаимно. Ситуация накалялась и накалялась, появлялось все больше насмешек и всякого дерьма. И я начала болеть. Очень часто болеть. Сейчас я понимаю, что это была защитная реакция моего организма, и причина болезни это психосоматика. То есть мне настолько не нравилось в школе, что организм включал болячку мне, обычную простуду. И за два месяца я могла заболеть три или четыре раза. Ну, иногда больше. И я таким образом очень много пропускала в школе, но мне это нравилось, потому что я находилась дома. И я еще, знаете, думала, это из-за того, что меня мама грудным молоком мало кормила, и поэтому у меня иммунитет херовый. На самом деле, блин, нет, когда я закончила школу и потом колледж, я вообще перестала... Ой, пить молоко. Ну, вообще-то я хотела сказать, что я вообще перестала болеть простудой. У меня простуда, значит, случилась вот за полгода один раз. Тфу-тфу-тфу. Когда? Ну, вот недавно я болела. Когда я болела, потом через пару недель снова болела? Потом я чуть-чуть меньше стала болеть. И мне это перестало нравиться, потому что мне нужно было ходить в школу чаще. И я решила обнаглеть. И однажды попросила маму просто оставить меня дома. Ну, просто, чтобы я не пошла в школу. Я сказала, мама, можно я, пожалуйста, просто не пойду в школу? Она говорит, ладно. И я не пошла в школу. Я прогуляла тогда. Ну, просто мама знала, что мне не очень сладко приходится в школе. И шла мне навстречу. Это было не часто. Ну, где-то раз в неделю. Может быть, раз в две недели я прогуливала. Когда не было супер важных каких-то уроков. Хотя я все равно была тупая уже в этот момент. И у меня были плохие оценки. И вот однажды, в какой-то из дней, я снова попросила маму оставить меня дома. Она разрешила. Оставила меня дома с бабушкой. А сама уехала на работу. Дома больше никого не было, кроме меня и бабушки. Я помню, я лежу на кровати. Бабушка сидит на диване. Встает, чтобы пойти на кухню зачем-то. И грохается. Все содрогнулось. Прямо она, прям, навернулась конкретно. Я вскакиваю, подбегаю к ней. А она, она так упала в такой позе, как будто она просто шла и села. И так и было. Она действительно шла и села. И это был инсульт. Тогда я не знала, что это такое. И вообще, впервые я об этом узнала, услышала от мамы. Когда я позвонила ей, сказала, что бабушка упала, не может встать и очень непонятно говорит. А еще ее перекосило в лице. И вот это все признаки инсульта как раз. Мама сразу примчала обратно, вызвала скорую. И врачи диагностировали инсульт как раз. И забрали бабушку в больницу. И дело вот в чем. Если бы я тогда не осталась дома, бабушка не смогла, она бы упала и она бы не смогла встать. И не смогла бы дойти до телефона, чтобы с кем-нибудь связаться и рассказать, что она упала и что с ней что-то не так. Но она, в принципе, тогда не соображала, когда происходит кровоизлияние в мозг, как бы люди не особо соображают, что произошло. И не знают, надо ли просить помощи или не надо вообще. А если не оказать человеку с инсультом первую помощь в течение первых шести часов, а лучше, чем раньше, тем лучше, то будут уже необратимые последствия, и человек может либо остаться овощем совсем, либо летальный исход. Таким образом, нам удалось спасти бабушку относительно, насколько это возможно, из-за того, что я тогда прогуляла школу. И мы частично даже с мамой смогли ее восстановить. Она научилась заново ходить, заново разговаривать, потому что речевой аппарат тоже был нарушен. Ну, в общем, неважно, все было плохо, но как бы, ну и хорошо одновременно. И спустя меньше, чем год, я снова прошу маму оставить меня дома. Она снова оставляет меня дома с бабушкой, уже наполовину восстановившейся, и уезжает сама на работу. И происходит то же самое. Бабушка снова падает, только уже не шла, упала, а просто с дивана, по-моему, если не ошибаюсь. И все те же самые признаки, что и в прошлый раз. Я снова сразу звоню маме, она уже была тогда на работе, она снова возвращается, вызываем скорую, и это второй инсульт. Короче, если честно, я после этого случая перестала окончательно верить в совпадение. Леша, как ты думаешь, это совпадение? Ну, отчасти да. Просто если бы я на втором инсульте не осталась дома, вот это был бы 100% уже летальный исход. Потому что была поражена еще большая часть мозга. Не знаю, короче, что это такое было, но очень страшно. Но в то время я, как вы уже поняли, я положила хер на учебу. Ну, потому что мне максимально не нравилось положение дел. У бабушки в итоге было 4 инсульта, один за другим, каждые полгода год. И через пару лет я похудела очень сильно, до анорексии. И психиатр поставил мне диагноз психогенная анорексия. И после того, как мне очень полегчало после беседы с психиатром, я приняла самое тупое решение в своей жизни. Я решила, что хочу стать психиатром. И хочу помогать таким же, как я. И не таким же, как я. Просто помогать людям, лечить их. Поэтому пошла обучаться на медсестру. Есть причина. Тогда я очень плотно взялась за изучение биологии. Я до сих пор помню почти все. Настолько все плохо. Это хорошо, что ты помнишь. А нахера мне это надо? Ну, это, знаешь, хоть какие-то знания. Я хотела сдавать дополнительным предметом на ОГЭ биологию. И начала к этому готовиться. Но вы же не думаете, что я сумасшедшая и захотелось сделать это просто так. Просто приемная комиссия, когда увидела бы, что я сдала биологию, подумала бы, что я крутая. И шансы поступления на бюджет возросли бы во много раз. Наверное. К середине девятого класса я уже знала биологию от корки до корки. Тогда у меня были пятерки за ответы у доски. За все контроль. И вообще за все. У меня были просто одни пятерки по биологии. Но. Есть одно но. Тогда я выглядела очень странно. Я носила кофты с шипами с Алиэкспресса. Ходила вот на такой платформе в криперсах. Мне все это нравилось. У меня был выбрит висок и сколоты все уши полностью. От мочки до конца хряща. Просто вот, ну, сплошняком. Я была панкуха. Короче. И учителям это очень не нравилось. Я помню, когда я уже был в колледже. Когда мне учительница по-русскому говорила, у меня был хвостик. И она говорила, что ты как самурай ходишь все время. А у нас была девочка с разноцветными волосами, которая красила волосы с шестого класса. И ей прямо так вот в лицо преподавательница говорила, а тебе на трассу надо с такими волосами. Ну, ладно. Ну, как бы ни хрена не ладно, но... В общем, мне кажется, что именно мой внешний вид повлиял на то, что преподавательница по биологии поставила мне в аттестат четверку, а не пятерку. Потому что причин больше не было вообще. Абсолютно. Более того, я ходила на каждое дополнительное занятие перед подготовкой людей к ОГЭ, к сдаче биологии. Решала все вот эти тесты, и все было хорошо. И вот когда ОГЭ было уже на вот-воте, преподавательница стала намекать мне и еще нескольким девочкам на то, что нам не нужно сдавать биологию на ОГЭ. Без каких-либо причин и аргументов. Но она что-то нам говорила, что там очень сложные задания, что нас завалят, что мы себе таким образом просто испоганим всю картину, и нам будет сложнее поступить туда, куда мы хотим. И почему-то мы отказались от сдачи биологии на ОГЭ. Я не знаю, зачем мы это сделали, но вот так. И уже потом я узнала, что преподавательница поставила мне четверку в аттестате. И я даже не подошла к ней и не спросила, почему, потому что я никогда так не делала вообще. То есть, если мне поставили какую-то оценку, я молча схавала, проглотила, и все. Но это была ошибка, как я поняла потом уже, но было поздно. Вообще-то у меня в аттестате было еще семь троек. В девятом классе я уже стала такой прям троечницей, потому что алгебра, геометрия, география, химия и физика, и еще пару каких-то предметов, еще музыка. Вот эти предметы никак не поддавались моему изучению. И, кстати, насчет музыки. Я 4 года училась играть на синтезаторе, выступала на школьных мероприятиях, на каких-то городских, и моя учительница по музыке в школе об этом знала. И она видела мои выступления, и она меня хвалила. Но на уроках, когда нам нужно было петь, и нас по пятеро человек примерно выставляли к доске и заставляли петь, мы должны были это делать. Я просто открывала рот. Мне было некомфортно, мне не нравится мой голос, и сейчас тогда еще сильнее он мне не нравился. При том, что это было в период, когда я была полная, у меня было уже куча комплексов. Короче, я не пела, и мне ставили тройки за это. Учитывая то, что я заняла даже однажды первое место по всему городу в конкурсе с этим синтезатором, и моя учительница меня поздравила, похвалила. Она даже была на вручении наград и похвалила меня там, когда я эту награду получала. Короче, блин. Так а при чем тут? Типа из-за того, что ты выиграла какую-то награду, она не обязана тебе ставить пятерки. Ты на музыке не поешь. Я бы тебе двойки ставил, если бы ты не пела. Так если ты на уроке не поешь? А если я не умею? Она тебе обязана ставить пятерки? А почему на музыке нужно петь? Мы что, певцы? Это повлекло за собой то, что средний балл аттестата у меня был 3,8 вместо 4. Если бы у меня была пятерка по биологии и четверка по музыке, у меня было бы 4,0,0. И я бы поступила на бюджет в медицинский. А из-за того, что у меня была тройка по музыке, блин, даже не четверка, мне не нужна пятерка. Мне бы хотя бы четверку. Школьная музыка, в этом-то и прикол, что ты просто должен открыть рот и тебе поставить пятерку. Я открывала рот, но мне ставили тройки. Так ты сказала, ты не пела. Так вот, надо петь еще и звук издавать какой-то. Не просто открывать рот. Меня кекс пришел жалеть, потому что ты меня ругаешь. Типа мне, просто открывать рот, остановка в жизни не особо хорошая. Мы не будем слушать Лешу, он такой злой. В общем-то, да, я поступила в медицинский на вне бюджета. Просто потому, что мне не хватало 2,0 балла аттестата. Почему я ушла после 9 класса? Первая причина. Мне очень не нравилось в школе из-за старшеклассников. Ну, и в принципе, мне не нравилось в школе. Вторая причина. Я очень тупая и заболела бы ЕГЭ с вероятностью в духу ли арт процентов. Потому что я ходила несколько лет к репетиторам по математике. И у меня не получилось сдать даже ОГЭ на нормальный балл. Я просто переступила порог, получила тройку, 10 баллов и все. И третья причина. Раньше была такая штука. Как раз вот тебе, Леша, рассказываю. Просто помогать людям, лечить их. Поэтому пошла обучаться на медсестру. Есть причина. Поступаешь в медицинский колледж, отучиваешься там 4 года. А потом поступаешь сразу на второй курс медицинского института. И не проходишь вот этот вот первый дурацкий курс с общеобразовательными вот этими предметами. Ненавижу их. Физика, вот эта алгебра, геометрия. Все это заново. Это не надо проходить было. То есть 4 года потерпеть тебе намного легче, чем 1 год. Ну, и плюс еще в том, что ты получаешь базу. Мы получили знания врачей, только маленьких, глупеньких врачей. У нас есть база огромная. То есть знаем про болячки, знаем, как уколы ставить, как брать кровь. Ну, вот это все. Ну, да, не важно, что я не умею это все делать. Это я все к чему? Это я все к тому, что я на втором курсе медицинского колледжа узнала, что эта система больше не работает. И так сделать больше нельзя. Вот. Ну, а так я хотела потом, как закончу колледж, сразу. Тогда можно было даже, по-моему, без сдачи ЕГЭ поступить в институт медицинский. По-моему, даже так можно было сделать. Сейчас так сделать нельзя, и нужно сдавать ЕГЭ. То есть вообще смысла нет. Смысла в том, что я ушла после девятого класса, его нет. Нет его. Знаешь, в чем я смысл? Во всем. Но, ладно, главное, что я поступила, и поступила туда, куда хотела. Все было окей, только нужно было платить деньги за мое обучение. Этим занималась мама в первый год. На втором курсе мне уже повезло чуть больше. Я смогла зарабатывать и смогла платить за свою учебу самостоятельно. От этого мне становилось легче. Но и желание забрать документы из колледжа у меня усиливалось с каждым днем, потому что я понимала, что это я отдаю деньги, значит, мне не супер стыдно перед мамой, значит, я просто могу забрать документы и просто потеряю свои деньги сама. Ну, как бы и все. Мне было бы стыдно перед самой собой так сделать, и я терпела. Терпела почему? И что? По-моему, на втором курсе или на середине первого, я не помню точно. По-моему, на втором. Наш колледж захотели закрыть. Каким-то образом наш колледж присоединился к главному филиалу в Москве. То есть наш колледж был самостоятельным звеном, а в какой-то момент он стал частью чего-то другого. И вот это чего-то другое, главный филиал, он захотел нас закрыть. Либо чтобы открыть какую-то частную клинику на месте нашего колледжа. Либо что-то еще, я не помню и не знаю точно. Но я знаю точно то, что те люди, которые учились в моем городе, и я тоже, они должны были бы впоследствии ездить в московские филиалы. Это плюс 2 часа к дороге туда, плюс 2 часа к дороге обратно. Минус 4 часа из жизни. И так делали бы люди, которые поступили в колледж в своем городе. И я помню, как все взбунтовались. Очень было страшно всем. У всех преподавателей вот такие вот глаза были каждый день. Они не знали, что делать. И я решила в своем видео, в одном из своих видео, попросить вас подписать петицию против закрытия колледжа. Оказали, что шансов на спасение колледжа у нас крайне мало. Попросите о помощи, чтобы все подписали петицию. И за один вечер подписала петицию 4 тысячи человек из разных стран, городов. Нам с вами, да и в принципе людям из моего города, потому что очень многие знают этот колледж и не хотят, чтобы его закрыли. Нам всем удалось создать огромный ажиотаж. И колледж не смогли бы закрыть. И не закрыли. Но из-за того, что этому главному филиалу не удалось закрыть наш колледж, они решили, я не знаю, насолить нам, сделать нашу жизнь существованием и выживанием. Я не знаю, что они хотели сделать, какие причины, но они начали сокращать всех самых лучших преподавателей. У нас просто потрясающий преподавательский состав был. Преподаватели, правда, были офигенные. Ну и есть некоторые из них оставшиеся. А большую часть сократили. Я не могу утверждать точно вообще ничего, но мне кажется и всем нам, что это делалось только для того, чтобы сделать все ужасно для нас. И вот это сокращение преподавателей повлекло за собой то, что те преподаватели, которые остались, они работали на износ. И под конец моей учебы уже там информации не было практически вообще. То есть, ну, как бы мы ничего не учили уже. И это не потому, что так надо было, не потому, что мы уже все прошли, все, что можно было, а потому, что, ну, у преподавателей просто не было сил. Они работали за нескольких преподавателей. Так еще и когда у нас началась практика в больницах и поликлиниках, я поняла окончательно, что это не моя стезя совсем. Еще, кстати, забыла рассказать про то, что вообще изначально было заявлено наше обучение как пятидневка. А на втором курсе, когда вот эта вся история с закрытием произошла, точнее не произошла, но начала происходить, у нас убрали один выходной. Я не знаю, как так получилось, но у нас сразу стала шестидневка. Ну, это как бы вроде ничего страшного, но у меня был один выходной, который я тратила на съемки, как могла просто. Я еле как вывозила, если честно, потому что очень много было домашнего задания тогда. И мне нужно было его успевать делать, и я его успевала делать. И я каким-то образом еще успевала снимать и монтировать, но это меня очень сильно высосало. Очень сильно высосало. И, по-моему, примерно год я потом жила в эмоциональном выгорании и снимала через силу. Ну, я думаю, что многие из вас помнят эти дни ужасные. Но вот как бы так вот это отразилось на мне лично. А еще, кстати, если было 8 марта какой-нибудь, например, и у нас был выходной, то потом мы отрабатывали и в воскресенье, и оставались до 6 вечера. То есть, получается, если у нас был какой-то выходной из-за праздника, мы потом херачили просто жесть лучше сдохнуть или ходить в колледж каждый день. Но так вот... Кристина рвет мебель. Вообще-то я очень люблю своих котиков, но почему-то они все не любят мою мебель. Что насчет практики? Очень многих интересовало, как там, что там происходило вообще. Там мы делали все то, что научились делать на манекенах. Ставить уколы в задницу, в вену, в бедро, куда угодно. И в каких-то отделениях больницы каким-то людям давали эту возможность ставить укол, а каким-то нет. Я всегда пыталась отнестись к числу тех, кому ничего не давали делать, потому что мне ничего не хотелось делать с людьми. Мне было очень страшно. Но под конец учебы уже на четвертом курсе, со мной учились девочки в группе, которых я очень люблю, они очень крутые. Они решили... Им стало неприятно, что я ничего так и не умею делать. Как бы я 4 года отучилась, и зачем? И я до сих пор ни у кого не взяла кровь из вены, и даже из пальца, ниоткуда. И укол не поставила. И они решили за меня взяться. И стали меня заставлять это все делать. А до этого я совершенно спокойно жила, катала пациентов на колясках, каталках, отвозила в операционные, вот это все. И даже это для меня было сложно, потому что, вы знаете, вот эти вот... Кровь, это все херня. Это не страшно. Страшно, например, везти бабушку с ампутированной ногой на перевязку, потому что у нее гноится рано. Страшно везти бабушку на... тоже на каталке с мокнущими ранами на ногах. У нее что-то с лимфатической системой, видимо, случилось, и ей раздуло ноги, и они были мокрыми, и постоянно они были мокрыми, и с них капало. Даже не столько противно, сколько, ну, грустно. Ты не можешь вот так вот, к сожалению, вылечить человека, потому что ты никто. И даже врач вот так вот не сможет вылечить человека. А очень хочется, и это невозможно. И очень сложно от этого, от понимания того, что ты нихрена не можешь сделать, ты просто везешь этого человека, которому сейчас больно. А когда мои девочки из группы взялись за меня и заставляли ставить уколы, я несколько раз чуть не упала в обморок. Причем я думала, что как бы со мной такого никогда не будет, потому что когда бабушка болела, у нее был инсульт, я ставила ей несколько уколов, и даже успешно, и мне тогда было 13 лет даже вроде бы. И в какой-то момент я попала ей в сосуд, у нее пошла кровь, и она заорала, и ей было очень больно. И с тех пор я очень, ну, с тех пор, в общем, я ни одного укола не поставила человеку, потому что мне очень страшно теперь. И эти девочки просто брали мою вот так руку со шприцом, вот так вот ее держали, и замахивались, и втыкали в попу человека. Некрасно. Это очень страшно, и это было видно по лицам пациентов, у которых мы ставили уколы, и было заметно потому, как они сокращали свои попки. И лекарство просто не вливалось в них, потому что когда ты напрягаешься, невозможно. А потом еще же жопа болит, как камень садиться нельзя. Я понимала, что я, блин, не там, где мне нужно быть, мне не хочется этим всем, я не могу, мне не нравится, я не хочу. Я просто каждый день, как по сценарию, возвращалась домой, плакала. Ну, не каждый день плакала, но стабильно несколько раз в неделю. Я плакала, потом ложилась спать, спала несколько часов, часа 4, может быть, 5, потом просыпалась уже глубоким вечером поздним, и садилась, пыталась придумывать, что же мне снять или монтировала то, что уже отснято. Пыталась это все делать, это было очень сложно именно эмоционально. Потом я поняла, что у меня что-то, что-то по типу, наверное, ну, может быть, не депрессии, но сильной апатии было, потому что я сейчас понимаю, что я пыталась просто проспать этот момент в своей жизни, потому что я постоянно спала. Я приходила на практику, приходила с практики, спала. Говно, в общем-то. И был даже такой случай, что меня эти девочки пытались заставить взять кровь у пациентов. Было как? Я просто ходила на практике, ходила, типа, ждала, пока мне дадут задание, кого-то отвезти в операционную или в какой-то кабинет, на рентген или, ну, что-то такое. И меня резко перехватывает моя девочка из группы и говорит, пойдем за мной. И она меня просто привела в процедурный кабинет, где уже сидит пациентка, молодая девушка, и мне моя одногруппница говорит, бери кровь из вены. Причем я-то это все делать умею, я знаю механику. Я делала эти манипуляции миллиарды раз на манекенах на этих, на наших. Но я не могу проткнуть чужого человека живого. Да и мертвого. Не могу. И я понимаю сейчас, что вот в кабинете сидит медсестра, которая там работает, которой привели в помощь нас, студенток. Мы как бы помощницы ее. Мы должны брать кровь безоговорочно. Типа, мы все это умеем по умолчанию делать. И стоят мои несколько девочек из группы, которые постоянно пеклись о том, чтобы я хоть что-то делала. И пациент. И я понимаю, что типа, а мне просто некуда, мне нечего делать. Я беру шприц, у меня падает иголка на пол. Короче, все очень плохо. Пациент уже начинает нервничать. Я вся синее-бледнею. Я уже в предобморочном состоянии. И меня вот девочка из группы просто берет вот так за плечи, просто ведет к пациентке. Я вот так вот упираюсь спиной, пятками. И я понимаю, как ужасно это все выглядит. И что так не должно быть. Типа, мы сейчас позоримся, позорим наш колледж. Так быть не должно. И я просто начинаю практически кричать. Что, я не буду ни у кого убирать кровь. Я просто начала практически кричать. Потому что мне больше ничего не оставалось делать. Я понимала, что если я сейчас не поступлю как-то ужасно, меня заставят, мне придется что-то... Я порву вену человеку, скорее всего, и все будет очень плохо. Ну что вам еще рассказать? Расскажу-ка вам, наверное, самую стремную историю из колледжа, которая произошла. Очень многие спрашивали, как тебе морг. Была ли ты в морге? Обязательно ли медсестрам и врачам ходить в морг? Я думала, да. Я морально к этому очень сильно готовилась. Как оказалось, в морг не то, чтобы не обязательно ходить. В него ходить, оказывается, вроде как даже и нельзя было медсестрам. Ну, именно вот в нашем колледже. И для того, чтобы попасть в морг, классный преподаватель, значит, должен как-то был договориться с кем-то, что-то, чтобы группу его пропустили в морг, показать. И нашей группе не повезло, но я очень счастлива. Мы в морг не ходили, но ходила другая группа, которая бюджетная. Люди, которые учатся бесплатно. Они пошли в морг. И один студент зачем-то сфотографировал вообще все, что видел в этом морге. Всех, кого видел. Вообще, знаете, в виде как бы, ну, я даже не знаю, как это, но, типа, люди не только умерли, их еще и... Развернули, да? И он это все сфоткал. И мало того, что он это все сфоткал, он это все скинул в группу зачем-то, в свою, в беседу. И кто-то его спалил, кто-то его спалил из его группы, и его отчислили сразу. Так вот потерял человек место бюджетное. Потом на его место взяли? Директ и комментарии. Вы, в общем-то, ну, фотосессия в морге это не лучшая идея. За это исключают. А сейчас мы подошли к самой жопной теме этого видео. Диплом. Как я его написала, на какую тему и что вообще произошло. Начнем с того, что курсовая работа, которая была на третьем курсе, ее я написала сама, и тема была железодефицитная анемия. Это то, что есть у меня. И то, про что я много знаю. И, собственно, именно поэтому я выбрала такую тему. Я думала, что я ее вот так вот суперско-круто напишу за 5 минут. Оказывается, на эту тему ни хера информации вообще нет. Ни в интернете, ни в книжках, нигде. И написала я курсовую с огромным натягом. И многие поступали как? Они выбирали тему дипломной работы точно такую же, которая была у них на курсовой. И брали огромную часть материала именно из курсовой. И вот диплом у них уже был практически готов вот так вот сразу. А мне повезло чуть меньше. Я не смогла выбрать темы дипломной работы железодефицитную. Лезодефицитную анемию. Ну, потому что нет смысла. Потому что я сдохну. Сдохла бы. Ну, хотя я... Ну, неважно. Как бы легче мне не стало, на самом деле. От того, что я выбрала тему язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Это то, что у меня уже практически есть. Гастрит, язва, смерть, шоколадки. Выбрала я эту тему. Нас распределили по преподавателям. По 5 человек каждому преподавателю. И мне попался достаточно хороший преподаватель. Мне она нравится. Мне нравится предмет, который она вела. Она до сих пор преподает. В общем, она мне нравится. Это крутая женщина. Но что-то, видимо, не со мной. Как-то у меня все опять пошло по одному месту. Но сначала я даже радовалась, что я у нее. А потом в какой-то момент... Что-то... Как-то, знаете, мы все дотянули до последнего. Прямо вот до последнего дотянули. И нам нужно было сдавать первую часть диплома. Допустим, предположим, там 20-го числа. Какого-нибудь там мая. А она вот позвонила мне 1-го июня. И сказала. Ну, примерно, приблизительно. И не в это число, и не теми же самыми словами. Но смысл был такой, что у тебя есть 2 дня на то, чтобы написать первую часть диплома и отправить мне. Не отправишь, я от тебя отказываюсь. Но это я на самом деле уже практически цитирую. Я от тебя отказываюсь, и ты будешь сама писать диплом. Без помощи. У меня период, вот, значит, май, июнь, июль. Это был самый забитый период съемками, проектами. И я была очень счастлива, потому что, ну, это очень круто. Это очень интересно. Я работала с очень интересными людьми, в очень интересных, участвовала проектах. В эти дни я была как раз на съемках. Я очень просила ее. Я говорю, дайте мне еще, пожалуйста, просто, ну, примерно неделю. И я напишу и первую часть, и практически вторую постараюсь успеть. Но она сказала, у тебя вообще там 1-2 дня, все, без вариантов. А я бы даже за неделю не успела написать диплом нормально. И я просто, просто я купила диплом. Я просто его заказала. Причем, знаете как? Я пыталась начать делать первую часть диплома, писать. И для того, чтобы мне было чуть легче, я на том же сайте, на котором заказала диплом, я заказала курсовую работу на тему язвенной болезни. Чтобы из этой курсовой, ну, она дешевле, блин, чем диплом. И, в принципе, я хотела изначально диплом писать сама. Потому что мне стыдно. Мне было бы стыдно, если бы я его купила. И мне стыдно сейчас за то, что я его купила. Купила я эту курсовую за 3 тысячи рублей, по-моему. В итоге там не было вообще никакой информации, которая мне бы пригодилась. А там такая система, что ты не можешь изначально посмотреть материал. Ты его либо покупаешь и смотришь, либо ты его не покупаешь и не видишь. Короче, покупаешь кота в мешке. Ну, я, собственно, так и сделала, да. А потом я на этом же сайте. Я думала, что это будет 1040 стоить, если честно. Но это стоило, по-моему, 16. И стоило это 16 тысяч только из-за того, что мне нужно было получить диплом в супер сжатые сроки. За день. То есть человек, который писал мне диплом, он писал его день. Это очень, типа, сложно. Еще и сделать нормально более-менее. Диплом мне сделали нормальный. Мне понравилось. Я отправила его преподавательнице. Я не весь диплом отправила. Я отправила только первую часть в надежде, если честно, на то, что она не заметит, что я его купила. Но я, знаете, я больше чем уверена. Она не заметила, что я его купила. Она просто знала, что я его куплю. Она знала меня. И она мне позвонила и сказала, типа, а что ты его купил-то? Зачем? Я же тебе говорила, не покупай. А она предупреждала нас. Если вы купите диплом, вы будете его вот так вот просто вот переделывать от и до. Шансов нет. И она мне позвонила и взяла на понт. Она говорит, зачем ты его купил-то? А я никогда, ну, не могу так врать. И я сказала, ну, блин, потому что у меня сейчас проекты, съемки. Я, ну, у меня нет выбора. Мне пришлось его купить. Я бы не написала за один день весь диплом. Ну, всю первую часть. Она огромная. Я, если честно, думала, что меня отчислят сразу после того, как я сознаюсь. Но она сказала, будешь переделывать? Она мне внятно не объяснила, что именно мне нужно переделывать. Я ее тысячу раз пыталась спросить, узнать, что же мне, блин, нужно переписать. Не было информации конкретной. Просто, типа, ну, я тебе сказала, будешь переделывать, значит, переделывай. А что переделывать, непонятно. И я пыталась там у девочек-одногруппниц узнать, что у меня не так. Может быть, они понимают, что там мне нужно переделать. Все пожимали плечами, и непонятно было. Ну, нечего было там переделывать. Все ок. И почему-то это все так сильно, в общем-то, затянулось в конечном итоге. И прям вот буквально в самый последний момент, прям перед предзащитой, прям вот за буквально меньше, чем за неделю, мне кажется, преподавательница вызвала меня на консультацию. Это предусмотрено для всех. Консультации есть у всех, кто пишет диплом. Чуть ли не каждый день и не с утра до вечера ученики приходят, студенты, и штудируют свои дипломы вот так вот с преподавателями, пишут, подправляют и тратят на это огромную кучу времени. И я звонила преподавательнице, писала, типа, когда я могу прийти к вам, чтобы вы мне объяснили, что мне изменить, что мне переписать. Дату мы никак не могли назначить. А, и я еще забыла рассказать вам смешную историю о том, как преподавательница случайно заблокировала мой номер, и я не могла ей дозвониться. Короче, про то, как я пытаюсь написать диплом, можно снимать сериал, не знаю, комедию или боевик, но моя преподавательница, которая ведет меня с моим дипломом, случайно заблокировала мой номер. Это продолжается уже несколько дней. Я не могу ей дозвониться. Она мне в итоге звонит и ругается, говорит, что ты мне не звонишь? Я говорю, вы заблокировали мой номер, я не могу вам позвонить. Она говорит, не может быть, что я заблокировала твой номер, потому что я тебе звонить могу. А когда человек блокирует абонента, он может ему звонить. Это заблокированный человек не может позвонить тому, кто заблокировал. А тот, кто заблокировал, может позвонить тому, кого он заблокировал. И вот когда осталось совсем чуть-чуть до предзащиты, меня вызвали на консультацию. Я прихожу в колледж, и ко мне подходит администрация и говорит, а, Настя, значит, а это значит, вот, кто, значит, у нас на консультации-то не ходит. А почему? А нам, вот, преподавательница сказала, что ты вот не ходишь, она тебя зовет, а ты не приходишь на консультации. А меня не звали ни разу. Короче, преподавательница почему-то просто спихнула на меня все это. Типа, как будто бы она меня зовет каждый день, а я каждый день отказываюсь и не прихожу. Я охренела, я говорю, это я не прихожу на консультации? Я говорю, так это меня игнорируют, я пытаюсь прийти постоянно, а меня не ждут здесь. А потом мне дали втык, потому что, оказывается, нельзя было такое говорить администратор. Ну, в общем-то, это уже не важно особо. В общем, вот в этот день, когда я была на консультации, мне, значит, объяснили, что нужно переделывать. Я это все переделывала, плакала, переделывала и плакала, потому что, ну, у меня все съезжает, у меня еще дурацкий компьютер. Если у вас Windows компьютер, просто, пожалуйста, поцелуйте его сейчас от меня и обнимите. Потому что на маковском компьютере, я не знаю, почему так получается, все съезжает, все через жопу. Просто как будто жопой насрали и вот так все вперемешку. Я не знаю почему. И я рыдала. Но в итоге у меня все получилось изменить. И на предзащите я уже вся такая уверенная в себе. Преподавательница меня подбодрила, говорит, ладно, Настюха, нормально, у тебя хороший диплом, все будет супер. Я пошла, я, значит, на предзащите рассказываю все по своему диплому. Мне говорят, молодец, нормально переделывать, практически ничего не надо. Типа там в презентации парочку правок внесли и все. А потом я отдала свой текст, 50 с чем-то страниц, на верстку, на правке преподавательницы. Не своей, а той, которая занимается именно текстовой частью диплома. Потому что это тоже очень важно, блин, важное говно. И за это могут снизить очень сильно оценку. И вот на этой верстке мне перечеркнули весь диплом. Просто каждую страницу, просто каждую страницу, она вся была, все было, можно было просто съесть, проглотить и высрать. Все неправильно, все оказалось неправильно. И знаете из-за чего? Из-за моего компьютера. Только из-за него, потому что все нахрен съехало опять. Короче, мы переделывали с Лешей, с моей одногруппницей-подружкой, с моей второй одногруппницей-подружкой, несколько раз этот диплом. В итоге я доделываю окончательный вариант диплома, полностью проверенный, от и до. Я его распечатываю, отдаю на склейку, это обязательное мероприятие. Вот так вот спрессовывают его, значит, и у вас книга получается. Никому не нужная, которой можно подтереть жопу книга. С дипломной работой. И оставался день, чтобы отвезти эту книгу с дипломом преподавательнице, которая отвезла бы этот диплом и все остальные в главный филиал Москвы, где мы как раз защищали свои дипломы. Я отвезла свой диплом преподавательнице, а преподавательницу, в свою очередь, на следующий день отвезла в филиал Москвы. А такая ситуация приключилась, интересная, что у старшей сестры Леши день рождения был. И мы уже тысячу лет планировали съездить на дачу, которая в четырех часах езды от моего города находится, чтобы отметить день рождения. И, в общем-то, мы и поехали. Мы поехали ровно в тот же день, когда преподавательница поехала отвозить наши дипломы, мы поехали на дачу. И вот я, значит, уже подъезжаю к даче, а мне звонит моя подружка, одногруппница, и говорит, что Ой, Настя, а у тебя весь диплом развалился в руках у деканата. В Москве мой диплом просто распался, он просто типа из книги превратился в отдельные листочки. А я уже не в Москве, я уже очень далеко, и я не могу вернуться назад. Я прошу всех своих одногруппниц, которые могут мне помочь как-то забрать этот диплом обратно, его заново спрессовать, склеить. И моя подружка соглашается прийти мне на помощь, она все это сделала за меня. В итоге, как оказалось, диплом мой ни хера неправильно был сделан, и там еще было кучу правок внесено уже в Москве. Короче, моя подружка это все переделывала, за что ей просто огромное спасибо, поклон в ноги и поцелуй в пупок. И если на предзащите, в принципе, материал был хороший, рассказала я все хорошо, и мне предварительно поставили там четверку-пятерку, ну, ок, замечательно. И вот на самой защите в Москве, на защите диплома, я рассказала все то же самое, что я рассказывала у себя в колледже на предзащите. Один в один, только уже с переделанным дипломом, но это даже лучше, чем, блин, ну, непеределанный диплом с ошибками, согласитесь. Ко мне придрались к какой-то херне, просто к какой-то пиписе. Вот к такой, таких не существует, таких маленьких пиписек не бывает, но вот это была самая маленькая пиписька на свете. И вот эта женщина, которая из главного филиала московского, она придралась к вот этой пиписе. Я сейчас объясню. Есть цели задачи диплома, и там перечислено шесть целей задачи. И вот одна из них, она была не выполнена. И это было, знаете, что-то по типу составить опросник для пациентов, пребывающих в этом стационаре, короче, полное говно. Оно не нужно. Это, это не нужная информация. Но из-за того, что она есть в целях задачи, из-за того, что она не выполнена, но она настолько второстепенная, что можно было бы закрыть на нее глазки, но глазки не были закрыты. И, в общем, мне из-за этого поставили тройку. Мне поставили тройку из-за того, что я просто не выполнила одну цель задачи, которая не играла никакой роли вообще. Да, я не уследила, ну и не уследил тот, кто писал мне диплом И не уследил вообще никто, потому что даже на предзащите в моем колледже Ни один из преподавателей, а их сидело несколько на предзащите Никто не обратил на это внимания и не заметил Все обосрались просто, типа, чего тройка за такую херню? Моя преподавательница, которая вела меня по диплому, с которой мы разругались несколько тысяч раз еще до этого Она тоже удивилась, она говорит, у тебя отличный диплом, почему у тебя тройка? Я просто в апатии вернулась домой, поняла, что это единственная тройка У меня никогда не было тройка в медицинском за 4 года Ну, в плане, тройки-то были, но такие, я их потом исправляла То есть в зачетке у меня не было тройка И вот это единственная тройка Я через 2 дня позвонила преподавательнице, говорю, а я могу ли как-то, ну, изменить ситуацию Я не хочу тройку за диплом, который четверушный, объективно И мне сказали, что нет, уже апелляцию подать нельзя Апелляцию подать можно было тогда, когда 2 часа еще не прошло с защиты То есть в первые 2 часа после защиты, после оглашения результатов, вот тогда я могу оспорить свою оценку А когда 2 часа уже прошло, я уже не могу оспорить ее И не важно, что я 2 часа только из этого колледжа домой ехала В состоянии просто пиздец Ну, в общем-то, вот так Все плохо настолько, что я до сих пор не забрала свой диплом из этого главного филиала Хотя с момента защиты диплома прошло уже 4 месяца И все уже забрали свои дипломы, кроме меня И знаете, мне кажется, я этого и не сделаю Ну, потому что после этого видео, скорее всего, мне его и не выдадут и аннулируют И знаете, то, что у меня сейчас нет диплома, это еще полбеды Главная беда, блин, в том, что у меня есть военный билет И почему-то, ну, я вот тут вот, я прям совсем тупая Это правда, это моя ошибка Я знала, что военные билеты выдаются медсестрам и медбратьям Но я не знала, что все настолько серьезно Дело в том, что в день, когда мы получали все свои военные билеты Меня, значит, угораздило спросить А что вообще дает военный билет? Типа, зачем? И мне сказали, что, оказывается, нас вносят в базу всех И если вдруг война, мы обязаны пойти, значит, на войну Спасать людей, о господи, не дай бог Не дай бог война Жертв будет еще больше, если я на нее пойду Это, в принципе, все, что я хотела рассказать Я уверена, что я что-то забыла Но надеюсь, что это что-то незначительное Я знаете, что хочу вам сказать? Я вообще зачем это записывала все? Если вы очень хотите в медицинский Просто подумайте о том, что это не только кровь Это не только какие-то царапины, ушибы и все остальное Это еще и когда практически на вас кого-то тошнит кровью Как это было со мной Это вот умирающие, значит, лица людей Короче, это боль Это боль на все очень сильно И, кстати, меня до сих пор спрашивают А почему же я дальше не пошла учиться? И еще спрашивают А почему же я пошла учиться в медицинский Если я знала, что это не дело моей жизни? Я знала, что это дело моей жизни Я думала, что я знаю Пока не пошла на практику Пока нас не допустили к практике И пока я не увидела весь этот ужас И до сих пор, когда я захожу в какую-нибудь больницу Или в приклинику У меня какой-то припадок начинается У меня сразу давление падает Я хочу лечь в обморок сразу на пол У меня такое чувство, будто меня насильно снова вернули на практику И сейчас будут заставлять брать кровь и вот все остальное И я буду смотреть на страдания людей А почему я не пошла учиться дальше? Потому что это вообще-то очень дорого оказывается Это примерно 300 тысяч в год А учиться надо 6 лет Много денег надо А бюджетное место мне не светит Ну просто потому, что я не супер классная Не супер умная И ЕГЭ я не смогу сдать на такое огромное количество баллов Которое требуется Ну а еще, если честно Чего я вам в уши ссу не знаю Я уже и не хочу в медицину особо Хотя я думаю, что если бы я не была таким человеком, каким являюсь Мне было бы гораздо легче переживать вот это все время И я чувствовала бы себя зашибенной, как и многие мои одногруппницы Я бы ходила на практику Помогала бы медсестрам Приходила бы домой Что-то бы делала Все было бы замечательно Но так не будет И у меня так не получилось Поэтому 4 года я просто Мне кажется, я их просто выкинула из своей жизни Но это уже не важно И их уже не вернуть А, и еще, кстати, теперь я знаю очень много болячек, к сожалению И эти очень много болячек, мне кажется, я уже все примерила на себя У меня, если что-то болит, я сразу знаю, что это Ага, это точно волчанка Ну, или еще какой-нибудь туберкулез Я очень надеюсь и верю в то, что у вас получится нормально закончить свою учебу Где бы вы ни учились Очень надеюсь, что вы не допустите таких ошибок Которые допустила я в своей жизни И очень надеюсь, что у меня сейчас в комментариях не будет Тысячу оскорблений и осуждений Что типа я сама виновата Еще и жалуюсь, зараза такая Нет, я не жалуюсь Я просто хочу рассказать вам и рассказала то, что было у меня А в комментариях я, кстати, жду ваших рассказов О каких-то ужасных ситуациях на учебе Ну, а я благодарю вас всех за просмотр Безумно люблю, целую, обнимаю И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok